Музыка Музыка Сегодня мы пригласили учителя Дигу Юна. Согласно ученической иерархии, он является моим шибо, то есть братом по школе моего учителя. На экране представлена краткая биография мастера. Я прочитаю еще раз. Учитель Дигу Юн является членом Пекинской ассоциации Ушу, официальным тренером по Багваджан. Государственный тренер первой категории. В 1963 году изучал Шаолин Чуэнь, Чхан Чуэнь и Си Ни Чуэнь у учителя Чжао Чжуна. В 1973 году, благодаря рекомендации мастера Чжао Чжуна, попал в ученики к известному пекинскому мастеру Чхо Чяо Фэнзи У Бин Лоу. В 1975 году под руководством учителя Ли Цзэмина начал изучение Багваджан. Вошел в состав первых официальных учеников учителя Ли Цзэмина. В 1983 году был инициатором основания общества изучения Си Ни Чуань при Пекинской ассоциации Ушу, где по итогам первого созыва занял должность главного секретаря. Во втором созыве совместил две должности главного секретаря и заместителя председателя. На третий и четвертый созыв уже являлся заместителем председателя. И по итогам пятого и шестого созыва занял должность председателя общества. Можно сказать, что является лицом Си Ни Чуань в Китае и большим мастером данного стиля. Также является сооснователем ассоциации Ушу Пекинского университета. И на период работы здесь тренером был нашим любимым преподавателем. Итак, представляем вашему вниманию господин Дигу Юн. Для начала, позвольте поправить. Я не большой мастер, а любитель. Сейчас очень модно в обществе называть друг друга большими мастерами. Мастер этого стиля, мастер того стиля. А кто тебя так назвал? Где тебя так назвали? И на каких основаниях ты называешь себя мастером? Термин большой мастер, да, ши, придумали дилетанты. Поэтому я просто любитель. Любитель, который любит свое дело очень много лет. С момента основания ассоциации Ушу при Пекинском университете, я был одним из пяти тренеров. Эта ассоциация была основана в 1983 году. В тот период в ней преподавались Синьи Чуэн, Тайзи Чуэн, Ба Гуа Чуэн, Усиньба Фа Чуэн и Шаолин Чуэн. Всего было пять направлений и пять тренеров, которые отвечал каждый за свой стиль. Я преподавал Синьи Чуэн. На период создания ассоциации наша физкульт-газета выпустила статью, в которой говорилось, что Пекинский университет является основоположником нового ввеяния. Поищите издание того года и найдете эту статью. Я даже оставил себе один экземпляр. Да, именно, мы начали новую волну. Наша ассоциация была создана студенческим советом и подчинялась комсомолу. В те годы любая ассоциация должна была подчиняться комсомолу. И после нас другие университеты также захотели заработать себе имя. К тому же всему способствовала популярность Ушу, так называемая горячка по Ушу, Ушу-Же, благодаря фильму «Монастырь Шаолин с Джетом Ли» или «Лилиандия в главной роли». В тот период наша ассоциация Ушу при Пекинском университете была самой большой в Пекине. Было время, когда я в Пекинском университете читал лекции. Проходили они в столовой. И количество слушателей превышало 700-800 человек. В одной только группе Син и Цуань было более 130 человек. Тогда я сказал, нет, людей слишком много. В момент столбовой работы я еще не успевал исправить передний ряд, как задний уже начинал уставать. Необходимо сократить группу. Поэтому в тот период я попал на самый пик популярности Ушу в Китае. В нашей ассоциации при Пекинском университете я проработал тренером вплоть до 1988 года. В 1988 году начались беспорядки. Тогда я поддерживал студентов. Но в беспорядках того года участия я не принимал, так как в конце 1988 года я уехал за границу. А на период событий 1989 года на площади Тхененмэнь меня не было в Пекине. Я находился в Камеруне и прожил там на протяжении двух лет. И преподавал Ушу. Но я всячески поддерживал ассоциацию Ушу. Так как в последующие периоды мне приходилось много ездить за границу, я попросил своего младшего брата по школе Ши Ди заменить меня на должности. Его зовут Сюйшоу Юнь. Для всех любителей Ушу и Синьи Чюань, в том числе, руководство ассоциации попросило меня затронуть тему нынешнюю ситуацию Синьи Чюань и традиционного Ушу в общем. Итак, китайская традиционная Ушу. Для начала давайте разберемся, что такое традиционная Ушу. Что есть традиция. Все мы знаем, что сейчас очень популярна спортивная Ушу. Традиционная Ушу можно определить четырьмя пунктами. Последовательная передача. Детальная и точная теоретическая основа. Уникальная манера. Целостная и самодостаточная система. Это и называется традиционная Ушу. Эти четыре пункта. Впоследствии, так называемые горячки по Ушу, пика популярности Ушу в Китае, появилось большое количество выдуманных стилей. Кто был твой учитель? Кто был учителем твоего учителя? И так далее. Какова ваша последовательность? Какова ваша так называемая передача? Передача традиций. Тем более, помимо кулачных техник, ваша система должна была иметь работу с оружием и теоретическую базу. И многие другие вещи, все то, что формирует целостную систему. Только тогда это будет называться традиционным Ушу. На данный момент ситуация с развитием традиционного Ушу в Китае это его свободное развитие среди народа. Государство не пропагандирует и не продвигает традиционные Ушу. Несмотря на то, что государство в последние годы организовало некоторые мероприятия, посвященные традиционному Ушу, со спортивным оно тягаться до сих пор не может. Почему традиционное Ушу до сих пор не дотягивает до спортивного Ушу? По моему мнению, все руководители организаций, связанных с Ушу, включая руководителей университетов физкультуры и прочие высшие учебные заведения, большая их часть это выпускники тех самых университетов. В период своего обучения они изучают спортивное Ушу. Некоторые из них, конечно, знакомы с традиционным Ушу, но все-таки большая часть из них это спортсмены. Чиновники, руководители, так называемые профессора, все они занимались спортивным Ушу и изучали спортивное Ушу. И спортивное Ушу – это их основная специализация, поэтому они не продвигают его. И, конечно же, все то, что нас сейчас окружает, все связано со спортом и спортивным Ушу. Это мое личное мнение. Несмотря на то, что их мнение о традиционном Ушу довольно однобоко, в традиционном Ушу действительно есть очень много вопросов и проблем. Например, разногласия среди школ и стилей. Все только и знают, что хвалить в свою школу. Ведь по правде у каждого есть свои плюсы. Но в традиционном Ушу почему-то принято хвалить свое и принижать чужое. Следующая проблема – это то, что многие методики традиционного Ушу на самом деле нуждаются в улучшении, в более научном подходе. Это основной вопрос прогресса и развития традиционного Ушу. Ведь начиная с момента появления спортивного Ушу, государство вложило огромное количество средств в его развитие. Сколько денег государство должно потратить, чтобы вырастить одного профессионального спортсмена? Помню, на момент моей работы в университете был один пожилой учитель, который сказал мне интересную фразу «Издревле Ушу зависело от государства». Что государство продвигает, то развивается. Что государство не продвигает, то не развивается. Конечно же, затрагивая тему традиционного Ушу, невозможно не затронуть китайскую традиционную культуру. Ведь по правде говоря, именно в Ушу традиционная китайская культура проявляется больше всего. Прямо начиная с теории. Допустим, возьмем, к примеру, стиль Тайдзи Чуань. В данном стиле мы затрагиваем иньян. В стиле Синьи Чуань затрагивается теория пяти первоэлементов Усин. Багуа Чан – это теория восьми триграмм и система изменений Чуань. Возвращаясь к Синьи Чуань, в данном стиле передают свои методы через заимствование теории Усин – пяти первоэлементов. В Багуа Чан используют теорию восьми триграмм и постоянных изменений, чтобы выразить свои характерные для этого стиля тренировочные методы. Все эти теории, которые мы имеем на сегодняшний день, это то, что из поколения в поколение пополнялось и усовершенствовалось, а не то, как многие считают, что с начала появления стиля Багуа Чан, например, с момента Дун Хай Чуаня, создателя этого стиля, теория восьми триграмм уже была. Все было постепенно, из поколения в поколение. Рассматривая современный Синьи Чуань, он тоже очень сильно отличается от старого. Оно претерпело большое развитие и изменения. В 1990 году в Пекине впервые состоялся объединенный чемпионат по стилю Синьи Чуань без разделения на направление по провинциям. Изначально мы его назвали просто всекитайский чемпионат, но позже, когда мы начали заниматься поиском финансов, нам сказали, такое название не пойдет. Необходимо назвать его «Объединенный чемпионат по стилю Синьи Чуань без разделения стиля по провинциям». Тогда на мероприятии работал один пожилой судья по имени Джан Ван. И он сказал мне, я прожил столько лет и впервые вижу такое масштабное мероприятие по отдельному стилю. В дальнейшем после этого первого мероприятия с представителями Синьи Чуань провинции Хэбэй и Шаньси мы смогли провести около семи или восьми подобных мероприятий. Таким образом, мы поспособствовали обмену опытом между представителями Синьи Чуань, соответственно и его развитию. На тот момент нашим основным лозунгом было общаться и обмениваться опытом, заводить новую дружбу и знакомство, быть сплоченными как единое целое и развиваться. Я считаю, что представители Синьи Чуань в любых направлений на данный момент являются самыми сплоченными в мире Ушу. То же самое можно сказать о направлении Бхагуаджан. Да, представители этих двух школ являются наиболее сплоченными в мире традиционного Ушу. Почему? Ну, наверное, потому что наши предшественники были сплоченными друг с другом. Мой учитель, учителя моих учителей, скорее всего, все они были сплоченными друг с другом между своими братьями по школе. Соответственно, это и повлияло на наше поколение. Меня и моих братьев. До сегодняшних дней мы все очень сплоченные. Говоря о стиле Синьи Чуань, можно сказать, что это один из самых больших стилей традиционного Ушу. В любой точке Китая можно найти практикующих Синьи Чуань. Все наверняка уже имеют представление о данном стиле. Он очень простой. В нем очень много отдельных элементов. Небольшое количество движений в комплексах. Ну и в соответствии с теорией пяти элементов, в нем всего пять основных движений. Я с уверенностью могу сказать, что Синьи Чуань – это направление, которое позволяет вам наиболее быстро развить в себе целостное усилие тела, так называемое Джан-Дзинь. Почему? Потому что в нем мало движений. Пять основных ударов. Пхи – рубящий. Бэн – обрушивающий дзуань – буровящий. Пхао – пушечный и хэн – пересекающий. Всего пять. На правую и на левую сторону. Не получилось один раз? Сделаю два раза. Три, четыре, пять. Сто раз. Тысячу раз. И в итоге, в конце концов, я найду то самое целостное усилие. После освоения первого элемента, освоить все остальные элементы и их усилия не представит большой сложности. Поэтому я считаю, что Синьи Чуань – это тот стиль, который позволяет вам наиболее быстро развить целостное усилие тела. Не знаю, знаете ли вы или нет, но, например, в Чэн Дзя Гоу на тренировках по Тайди Чуань ученики на протяжении получаса практикуют различные формы в низких и высоких позициях. Но в действительности, когда мастер обучает своих внутренних учеников Тхуди, они занимаются в комнате. На протяжении этих 30 минут они тренируют только пять движений. Да-да, именно пять движений, именно полчаса. Представьте себе и сравните с теми, кто практикует на улице и делает комплексы. Конечно же, их результаты и будут наиболее высокими. Также хочется отметить, что Синью Цуань – это стиль наиболее приближенный к боевому. Многие любят говорить, что Синью Цуань – самый боевой стиль. Но на самом деле это не так. Самый боевой стиль в Китае, ну, наверное, это Саньда. Ведь правда, если вы хотите драться на соревнованиях, нужно идти и заниматься Саньда. На самом деле методы Синью Цуань довольно близки к прикладному значению. Ведь посмотрите, в Синью Цуань нет позиций Гунбу, Мабу и Сюйбу. Есть только одна позиция Саньти-Ши. Одна нога впереди, одна нога сзади. Обе ноги чуть присогнуты. Вот вам и Саньти-Ши. Касаемо принципов позиции. Я выделил несколько принципов. Какая позиция самая лучшая? Устойчивая, живая и быстрая. Я считаю, это три самых главных принципа рациональной позиции в уши. Например, позиция Мабу. Очень устойчивая. Только вот двинуться быстро она не позволяет. Устойчивость влияет на твердость вашей позиции. Умение быть живым влияет на изменение вашего положения. То, насколько быстро ты это делаешь. Тот метод, который позволяет вам быть быстрым, это правильный метод. Скорость – это самое главное. Даже в старых кулачных трактатах пишут, нет ничего непобедимого, но только скорость непобедима. В свое время я изучал материалы по боксу. И в них писалось, что боксеры, профессионалы за одну секунду могут нанести более трех ударов. Самое лучшее – это скорость. То же самое касается ваших перемещений и шагов. Буфа. Самые лучшие перемещения – это быстрые перемещения. Быстро войти, быстро выйти, быстро защититься, быстро атаковать. Поэтому лучшее качество бойца – это скорость. Вот, посмотрите, две ноги слегка сгибаются. Сзади стоящая нога сгибается чуть больше. Впереди стоящая нога сгибается чуть меньше. Очень просто. Это и есть сантиши. Также в старых трактатах пишут, когда практикуешь – стой ниже, когда применяешь – стой выше. Почему выше? Потому что в более высокой позиции можно двигаться намного быстрее. Скорость – это самое главное. Далее, основной частью тренировок Синьи Цюань является столбовая работа. Когда мой учитель Чжао Жун только начинал практиковать Синьи, он тренировал столбовую работу 3 года и не делал больше ничего. Ранее у него был опыт тренировок в стиле Шао Линь Цюань. Он практиковал его очень долгое время. На самом деле, Шао Линь Цюань является хорошим стилем для формирования базовой техники – джи Бан Гу. Но когда он начал заниматься Синьи Цюань, ему пришлось простоять в столбе 3 года. Почему необходимо стоять 3 года? В писаниях Синьи Цюань говорится, если хочешь тренировать Синьи Цюань – простой 3 года в столбе. Но ведь это так долго – 3 года тренировать только одну столбовую работу. Почему старые мастера говорили о 3 годах стояния в столбе? Так они тестировали тебя и проверяли тебя. Есть ли и хватит ли у тебя решительности? Готов ли ты дальше преодолевать сложности? Насколько ты целеустремленный? На протяжении всех трех лет они оценивают твои человеческие качества. В этом и суть. Конечно, в таком случае ученик может отказаться, сказать «Я простоял 3 года, а учитель не учит меня ничему. Уйду я от него». На что мастер мог спокойно отпустить ученика. Не хочешь стоять – и не надо, уходи. Я все равно тебя ничему особенному не научил. Только научил тебе стоять в Сан-Хи-Ши. Ты и времени моего-то не потратил. Поэтому хочешь уходить – уходи. Но те единицы, кто действительно на протяжении трех лет практиковал столбовую работу, в дальнейшем и становились мастерами. Но на сегодняшний день нам, конечно же, нужно понимать, какова наша цель практики столбовой работы. Сегодня мы, конечно же, не можем заставить ученика стоять 3 года в столбе и ничему его больше не учить. Сейчас так нельзя. Время дорогое. 3 года – это очень долго. Необходимо для начала понять суть тренировки столбовой работы Джан-Джуан. И я считаю, что основная суть Джан-Джуан – это тренировка и формирование структур. Данная работа и помогает сформировать целостную структуру тела. Нет необходимости стоять по 3 года. В процессе тренировки мы учимся искать ощущения в каждой части нашего тела. Мы регулируем каждый угол нашего тела. Я советую в момент практики всегда искать ощущения. По моему мнению, уровень вашего гунгфу определяет то, насколько тонко вы ощущаете каждую часть своего тела. Возьмем, к примеру, положение руки в Сан-Ти-Ши. Как почувствовать свешенность локтя? Потому что некоторые поворачивают локоть наружу. Прижмите свою руку к стене и почувствуйте, при каком положении локтя толкающая сила будет максимальной. Попробуйте различные положения вашего локтя. Вовнутрь, наружу. Поищите ощущения. Правильное положение там, где проявляется наибольшая сила. Все очень просто. Через данный метод вы поймете, какое положение самое правильное. В старых писаниях было требование, которое говорилось, что ваше локтевое гнездо должно смотреть вверх. Речь идет о сгибе локтя. Не стоит поворачивать его в сторону, так как в этот момент локоть также смещается в сторону. Толкните стену и почувствуйте разницу. Что касается формы ладони, многие задают вопрос по поводу формы ладони. Иногда я говорю, вот я стою здесь, попробуй толкнуть меня в грудь. Какую форму примет твоя ладонь, та форма и будет верной. Не нужно придумывать что-то. Все должно быть естественным. Естественное и есть правильное. Поэтому во всех этих моментах необходимо искать ощущения. Недостаточно понять, важно осознать. когда вы осознали, этого также недостаточно. Необходимо почувствовать. Чувствовать это самое важное. Поэтому вы должны самостоятельно искать свои ощущения. Тот, кто способен найти наиболее тонкие ощущения и обладает высоким уровнем мастерства. так же, как многим известно, в Синьи Цюань существует термин И, что означает разум, мышление, ментальное. Ведь неспроста в названии данного направления два иероглифа Синьи. В свое время я написал три важных пункта для начинающих практиковать Синьи Цюань. Это три основных требования, которые необходимо предъявлять к себе в момент практики. Первое это, конечно же, положение тела. Это все формы и позиции, соответствующие стилю Синьи Цюань. Согласно древним трактатам это Баял 8 требований и Дю Ге 9 песенных наставлений. Вы можете найти в интернете. 8 необходимых, например, это упираться, закрывать, округлять, травить, обхватывать или обнимать, подвешивать, сгибать и выпячивать. Каждый принцип проявляется в трех местах. Например, первое, как я уже сказал, это упирание. Дин. Голова должна упираться вверх. Согласно древнему трактату голова упирается вверх с величием пронизывающего небо. Это не я сказал, так написано на самом деле. Ладонь упирается наружу, словно способна сдвинуть гору. Язык упирается в небо, словно свирепый лев, пожирающий слона. Три упирания сандин, то есть необходимо вытягивать макушку вверх и, как уже было сказано, с величием пронизывающего неба. Это и есть проявление вашего чиши, то есть внутренняя наполненность и сила, которая проявляется во внешней форме. Как появляется та самая мощь путем работы вашего и вашего сознания? Какое впечатление вы создадите, если будете стоять так? Представьте, что вы властитель всего мира. Представьте, что вы стоите лицом к лицу с хищником. В свое время, когда я очень много преподавал за рубежом, я предлагал своим ученикам представить, что перед ними тигр или леопард. Ученик спрашивал, правда? Я говорил, да, правда. Перед тобой состоит хищный зверь. Тогда ученик отшучивался и говорил, ну тогда я убегаю. Я говорил, куда же ты побежишь? Нужно представить, что ты бесстрашно смотришь в глаза хищнику. Дело в том, что проблема западных людей это четко воспринимать наличие или отсутствие предмета. Если оно есть, то оно есть. Если его нет, то его нет. Мы же китайцы мыслим образно. Необходимо представить себе, что вы стоите напротив хищного животного и бесстрашно смотрите ему в глаза. Представьте себе, каким будет ваше состояние. Макушка упирается вверх с величием пронизывающее небо. Ладонь упирается вперед, словно способна сдвинуть гору. Необходимо тренироваться, используя наше сознание. Одинаковый промежуток времени тренировки с использованием и без использования сознания будет приносить различный эффект. Поэтому лучше всего тренировать свое сознание. Тренировка И вашего разума, вашего внутреннего сознания очень важна. И поэтому я пришел к одному выводу, который отвечает на несколько вопросов. Каким сознание должно быть и как его использовать? Только что я рассказывал вам про ощущения и касаемо ощущения есть также три принципа. Давайте я расскажу еще раз. Где ощущать? Что ощущать? Как ощущать? Чем тоньше вы ощущаете, тем лучше. Необходимо понимать, где вы ищите. Плечо, локоть, ладонь, бедро, поясница. Вы должны искать ощущения везде. Вы должны прочувствовать каковы качества всех этих ощущений. И далее, после этого, вы переходите к очень важной точке вашего тела. Дальше вы должны искать ощущения в точке даджуй. Это точка, которая как раз таки и отвечает за проявление вашей внутренней силы во внешней форме. Вы знаете, где находится точка даджуй. Попробуйте опустить голову и рукой нащупать самую острую часть в области вашей шеи. Это и есть точка даджуй. А вы знаете, что в традиционной медицине данная точка является основным выключателем, словно главный включатель и выключатель основной электрической системы. Точно так же и в китайской медицине эта точка отвечает за замыкание каналов и коллатеральных сосудов. Дин она просто отвечает за проявление вашей внутренней силы в вашей форме. Тише. Мы все так же знаем, что голова должна упираться вверх. Но какое конкретное место должно упираться вверх? Это точка байхуэй, которая располагается на темени. Это точка пересечения двух линий от носа до затылка и от одного уха до другого. Второй метод почувствовать точку байхуэй это приложить свою ладонь к макушке. Максимально выпирающая точка издающая максимальное тепло и будет являться точкой байхуэй. Возможно среди вас есть те кто практикует тайцзи чуань. Есть традиционная поговорка возможно вы ее знаете край горла никогда не выглядывает. То есть вот это вот место никогда не должно выпирать и быть открытым. Посмотрите как боксеры прижимают черюсть. Для чего? Это их метод защиты. Также и здесь все это очень похоже.